Вообще, вы что сюда пришли, вы думаете, вас куда-то пропустят? А он ходит специально и давит молодежь, которые, ну, чтобы обсеивали, что-то эти вот неуверенные в себе, они сразу там встают и бегут, а тут она такая, пошли отсюда. Я говорю, Неля, сиди, я говорю, все нормально. Я говорю, молодой человек, к вам какое дело, я говорю, вас сюда не звали. Ну, как я так, мол, ответила, пошла, прихожу, значит, села. Она говорит, я пойду к Степе, к ребенку, пойду к Степе. Ну, значит, он такой, все же, ну, ладно, а ты к кому пойдешь? Я говорю, ну, я говорю, если надо, я говорю, вот, мальчику там одному. И я говорю, из Билли, говорю, давайте пойду к нему. Мне кажется, это девушка, которая, ну, он абсолютно заслуживает гораздо больше. Ой, ну, ты что, это же звезда проекта Лёна Водонаева, ты знаешь, как она там всем говорит ша, мыши, там, молчать, кричать. Я говорю, ну, слушайте, я говорю, ну, переживайте за меня, все будет хорошо. А в этот день, по иронии судьбы, вот, эфир идет на неделю позже, если вы не знали, они сегодня показывают то, что снимали неделю назад. И в этот день его выписывают из больницы, мы за что полетим губы, значит, ему выписывают из больницы. Я говорю, слушай, а поедешь прямо сейчас, время там, 6 вечера, среда. Я говорю, ну, пожалуйста, у меня машина, говорит, там, стоит на улице, то есть мне, как бы, проблем нет, я говорю, могу поехать. Он такой, ладно, я тебе, говорит, напарнику дам, лысую девочку, говорит, тебя точно, говорит, оставят, давай, езжай. Я приезжаю на проект, я понимаю, что это действительно такой механизм, где можно очень неплохо, во-первых, у тебя есть зритель, у тебя есть обратная реакция от зрителя, обратная связь. Это смс-сообщение, это твой рейтинг. Как-то так я посмотрела, как это делается в шоу, потому что я всегда мечтала с режиссером, вот оттуда я так мечтала смотреть, думаю, как у них, надо же, насколько все четко и грамотно у них сработано. Очень четко, допустим, эфир идет как? С утра кто-то проснулся, посмотрели, там какие-то почистили, что-то вообще стали почистили зубы, потом идет стройка, да, затем идет какое-то свободное время, затем идет лобное. Это очень четкий график. И он всегда, как бы там, что бы ни происходило на проекте, они всегда его как бы в эту структуру вставляют. Я думаю, насколько вот вроде как, вроде просто, но гениально. И действительно, какие-то интриги будут по-любому. Кто-то говорит, что там есть сценарий. Но такого сценария там нет, я вам сразу говорю, потому что если, допустим, нас сейчас, вот эту группу, ну, пусть разделим, да, на часть там, закрыть в этом пространстве, да, дать нам свободную тему, ну, и, скажем, будут висеть камеры, которые будут нас снимать. Мы даже не будем обращать внимание на эти камеры, мы будем общаться. Кто-то будет знакомиться, кто-то станет филитовать, кто-то вдруг станет конфликтовать, кто-то что-то начнет делать. Это, в принципе, нормально, потому что мы будем общаться. Так же и там происходит. А у них там какое-то заколдованное место, не знаю, как месячные эти драки. И тут я прихожу и понимаю, что, ой, а мне интересно. Я думала, что осталось на месяц, осталось почти на год. Я, ну, без трех недель год там провела. Я поняла, что за какой-то короткий промежуток времени я уже стала на правах стареньких участников, за что они меня люто ненавидели, там, прибирали. Но дело не в этом. Дело в том, что оттуда и пошел мой, скажем так, шоу-бизнес, потому что я пришла обычным человеком. Я просто стала общаться, разговаривать, раскладывать. Я уже столько в жизни всего увидела. 16 лет я приехала сама в Москву и понимала, что все, что в жизни не есть, все, что я не делала с моими руками, я знаю, как бы, чему. Поэтому у меня не было никогда бы этих родителей, которые бы мне что-то покупали, и я бы там уходила и там пальчик гнула в голове ничего. Поэтому зритель это увидел, он это почувствовал. Стали приходить там книжками, ну, не книжками, альбомами, сообщения там Виктория, Виктория. Все сообщения какие-то такие приторные, такие хорошие. Я думаю, надо мне попробовать другого героя. Надо такого шкервозного включить. Сколько можно вот этого все одно и то же? Думаю, неинтересно, сейчас зрителю надоест, и будет это как-то приторно, неинтересно. Попробовала другого героя. О, пошли уже такие сообщения, значит, ага, ты там шука такая, не можно шука. Но это тоже очень хорошо. Это говорит о том, что вы, когда находитесь по ту сторону, когда вы продаете себя как продукт, то вы можете видеть обратную реакцию. Также в интернете, как бы вы не вели свой блог, как бы вы не вели свой твиттер, да, можно быть, я не знаю, супер-пупер хороший, но на самом деле иногда у вас будет одна аудитория, да, когда вы даёте какой-то немножко такой, не скажу жесткости, да, но какой-то, может быть, справедливости, жестокости, я не знаю, ага, у вас другая аудитория. И вот как бы вы выбираете, смотрите, и я считаю, что Дом-2 это просто потрясающий проект, который и в интернете занял позиции, и в публикациях, потому что их журналы тиражируются миллионами, да, и, соответственно, телевидение, потому что такой продукт сейчас дать, ну, я не знаю, это вот, это как у нас несколько людей всего, Павел Дурак, который сделал так-так, хотя говорили, что он его учтён у Фейсбука, да, всю идею. Не, ну, допустим, у нас есть почва для размышления, потому что очень хорошо, что, допустим, мы можем позволить себе закачивать видео, у нас вот эти лицензии у нас, это на нас не распространяется, мы такой дикий народ, мы сами себе растём, как грибы, не знаю, под дождём, а в Фейсбуке ты не можешь закачать видео или музыку, потому что тебе сразу накроют вот эти лицензии. Поэтому, Паша, подисти по фону, я, кстати, еду 29 октября в Петербург, будем лично знакомиться с ним, потому что в интернете мы перепишивали, знакомились, а в жизни ещё нет. Да, молодой человек? Я думаю, что та аудитория, которая есть у меня, она вся мне ближе, потому что люди всё-таки чувствуют, допустим, вот, мы можем посмотреть, там, 10 героев, да, на экране, и какому-то к одному у нас будет тяга, скажем так. Я думаю, что Твиттер, то есть, вас читают, вам написают, вы смотрите или нет? Вот, ты знаешь, я всё читаю, я, кажется, вообще не читаю Твиттер, которые мне приходят, я не листаю, я вот, скорее всего, звёзд, которых я фолловлю, что они пишут, я их там пролистываю вот так, чтобы только пролистать, потому что, ну, иногда так становлюсь, думаю, что там люди пишут. А то, что приходит мне, я читаю абсолютно каждое сообщение. И что ближе, я не знаю, я хотела сказать, что когда у меня были первые встречи с поклонниками, я была поражена, потому что это не как я думала, там будут ребята, там, 13-14-15 лет, это девушки в возрасте от 25 лет. Да, иногда 20, 20 там, с копейками, но в основном это 25 плюс, в основном это все, у кого есть дети и семьи. Для меня это было, на самом деле, поразительно, потому что, допустим, хочу сказать, кстати, ещё раз плюс, плюс того же проекта реалити-шоу, да, что, допустим, возьмём какую-то певицу или какого-то певча, да, который, допустим, не знаю, там, поёт там, бомжовые песни, у него есть своя аудитория, но это аудитория, даже актёр, которого смотрят, который, например, смотрят фильмы. У них нет такой аудитории, к сожалению, хотя я считаю, что, посмотрите, люди получили образование, таланты, поют, играют в кино, и у них нет такой аудитории, как есть у аудитории, у каких-то там непонятных участников реалити-проектов. Ну, пусть, может быть, не все реалити-проектов, но вот те, которые выживают, это единственный там Дом-2 и этот, «Фабрика звёзд». У них же огромная аудитория, причём она такая разношёрстная от малого до великого, поэтому здесь как бы есть некий плюс. Поэтому, я думаю, что моя аудитория тоже, наверное, скорее всего, разная, я смотрю и мужчины, но в основном, почему-то у меня больше покойных девушек, как не есть права. Да, Машечка? Да, Машечка. Так и происходит, так и происходит. Во-первых, я не пью, не куру, наркотики не кудыбляю. Это я и Тимоти, два таких человека в шоу-бизнесе, которые, казалось бы, отличаются от остальных, потому что у вас... Давайте я вас в квитер вовремя сейчас. Хочу сказать, что так и есть. Я стараюсь своим поклонникам, допустим, своим читателям, я не люблю даже, что поклонники, я считаю, что поклонники были только у Мартла Джекса, вот таких вот людей. Действительно, я своим читателям, допустим, задаю тему совсем недавно, вот вчера, у нас очень разно, но много социальных тем бывает. Вот это как будто такие дебаты идут, вот когда социальные темы затрагиваешь, что просто пишут, ну просто вот, ну я не знаю, сразу мне выходит сообщение топ-твиттеров за сегодняшний день. Владимир Шароловьев, Виктория Боня, Медведев, и вот это социальные темы, вот это вот, я стараюсь сейчас их не трогать, потому что очень идут мощные, мощные дебаты и споры по этому поводу, но я хочу сказать, что я на самом деле призываю как раз таки людей, особенно людей, у которых есть общественное мнение. Так, как у нас называется «Старт»? 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 «Старт», да, вот сейчас я напишу. Так, «Старт», думаю, мы сфотографируем тоже, ну ладно, «Старт». А, да. Поэтому социальные темы я тоже затрагиваю, я в основном стараюсь затрагивать интересные темы, которые происходят у нас, совсем недавно вчера я затронула тему, мой друг мне пишет, обычно, в Комчатке, «Вот у нас здесь такая ситуация, пришла фотография, медведь выходит на улицу, выходит на дороги, и люди от этого страдают». Мне, на самом деле, ну вот, может быть, у меня сейчас возненавидит, но, если честно, мне людей не жалко, вот, честно сказать, мне жалко медведей, потому что, насколько я понимаю, что это браконьеры, которые там охотятся на икру, они просто выловили всю эту рыбу, она лежит, тухнет, вот тут кучами, да, они там выковыривали эту икру, медведи остались без рыбы, остались нечем кормить своих мешуток маленьких, да, они начинают выходить на дороге, начинают устать пищу уже в городе, потом нам жалуются, «Ой, как же так, у нас медведи рвут людей». А зачем нарушать без гармонии, значит, в природе, да, потому что природа все заложено изначально, меня вот это тронуло до глубины души, я отправилась в хему, значит, люди там, да, иногда мы, иногда мы пишем, «Ой, я смотрю, много, да, уже кто-то написал, что я здесь много, да, я смотрю, ждали меня зря, она элегантная, сразу после съемок здесь, хорошая, потрясающе хорошая». Я не дождался, нужно было бежать, ну, вот один убежал, мальчик, мы еще увидимся. Но, тем не менее, хочу сказать, что если есть такая возможность, мы иногда даже делаем какие-то встречи, допустим, давайте там, сделаем город чище или еще что-то. Слава богу, Москва, она, конечно, убирается, и очень много даже тех, в моментах, если бразильские дома или что-то такое, я когда звоню, я говорю, «Здрасте, у нас есть вещи, тоже, по-моему, на интернете мы встречались, есть вещи, в хорошем состоянии вещи, которые можно подарить детям». Там что-нибудь говорят, «Вы знаете, мы вещи принимаем только с атикетками, игрушки мягкие нам уже не надо, только там такие-такие, такие запросы». Господи, боже мой, я собралась эти вещи, увезла себе в Читовскую область, мне там ребята из детского дома понаписали, просто дописали благодарность, у меня полная машина была завалена. Вот, это, конечно, хорошо, это радует, что у них, ну, они жиры бесятся, но тем не менее, хочу сказать, что в Москве, конечно, сложно помогать, потому что много, собственно, разных социальных структур, которые работают, для того, чтобы сделать, например, нашу столицу лучше, богаче. да, девушка, я не за скучу, может, подевай, что-то я буду говорить. Во-первых, неприятно, что именно мой фейсборд был засчитан в своей дизайне. А-а-а. Да-да. Во-вторых, да, вот только что, я хотел сказать, что вы считаете все Мэнсины ваши, и сейчас потребуется два, как бы у него прочитать все Мэнсины, которые с этого пистанта. Вам же еще фотографии, если вам надо смотреть. А-а-а, в-третьих вопрос следующий. Я вот услышала, что вам было перед лидерой, через других сайта, по-моему, ну, с людьми, да, известно, например, сайта, по-моему, а есть такие люди, которые отвечали вам, да, упоминали ваши, соответственно, начинали общаться, познакомились в Твиттере и начали общаться с людьми. Я думаю, что скорее не в Твиттере, потому что все люди, которые общаются в Твиттере, они в основном все есть в ВКонтакте у меня, у нас. ВКонтакте у нас большая группа, где есть пару людей, которые мне помогают вести эту группу, и, соответственно, каждый вопрос, который идет, каждое, предложение, они всегда имеют от нас обратную связь, то есть мы всегда идем в прослушивание, передают, это интересно, это интересно, и потом мы встречаемся, да, есть уже люди, с которыми я познакомилась в интернете, но это был не Твиттер, потому что в Твиттере на нашем интере гораздо сложнее познакомиться, потому что маленькая фотография, текст, и пошел следующий. А когда ты общаешься, допустим, где-то там в, не знаю, в одогласе, который уже давно не бывает, но, тем не менее, или в ВКонтакте, то вот ты видишь человека, можно один на странице перелистать его фотографии, какой-то уже образ остается. Но хочу сказать, что у меня есть немало друзей, с которыми я познакомилась через интернет, и даже был такой, когда пользовалась ICQ, Аська, вот, то была девочка, вот пишет сообщение, допустим, привет, 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 как дела? Как дела? Как дела? Господи, уже не хватает фантазии, да, на 100 сообщений из них там 95, привет, как дела? Можно вопрос? Меня вот это больше всего убивает. А можно вопрос? Ну, задавайте вопрос, если он интересен, наоборот, я, допустим, всегда реагирую на какие-то интересные вопросы, мне даже интересно ответить. Когда привет, как дела? Ну, всем не напишут, и сразу пишут привет всем, дела хорошо. Вот. Была такая ситуация, что в Аське писала девочка, и вдруг она как-то писала что-то такое интересное слово, да?